Нас было несколько человек. Ночью мы спали по очереди. Один постоянно находился у свежей могилы, охраняя уверенный объект. Я сидел у костра глубокой ночью на кладбище и думал о том, как жизнь переменчива. Вчера на гражданке и представить не мог, куда сегодня занесет меня служба рядового Александрова Евгения Юрьевича. Это был 1998 год. Страна только поднималась после тяжелого кризиса 90-х. И свежие венки запросто растаскивались с недавних захоронений, а потом перепродавали на рынке. Молодому поколению этого не понять. Они выходят на улицы по первому зову, наслушавшись блогеров о другой сладкой жизни. Считаю, что живут плохо. Соревнуюсь, у кого круче фотки в инстаграме, снимая себя на дорогие айфоны. Речь в моем рассказе пойдет о воспитании ребенка. Как важно противостоять стрессам и поворотам судьбы, неожиданно возникшим в нашей жизни. Поэтому я начал свой рассказ с такой необычной историей. В одном из летних походов, после дневного 10-километрового перехода, нам предстояло пройти болотистую местность. Надо было преодолеть около 10 метров по воде. Глубина по колено, мокра, но не критично. Далее, через 50 метров, удобное место под лагерь, с дровами и поляной под палатки. Когда группа начала форсировать препятствия, у некоторых ребятишек началась истерика. А один, шагнув в воду, чуть выше колена, заорал тону. Естественно, рядом всегда были старшие, которые подбадривали, помогая преодолеть это испытание. А вот уже история с другого похода. Я подхожу к ребенку, он сидит, плачет. Спрашиваю, что случилось. Я промочил ноги, говорит. Осматриваю, не критично. Иди пока так, впереди еще будут ручьи и лужи. На стоянке переоденешься в сухое. Он поднимает на меня глаза, полный слез. Мама говорила, промочишь ноги, заболеешь и умрешь. Я посмотрел ему в глаза, спокойно и уверенно сказал, ты не заболеешь и не умрешь. Чтобы стать сильнее человеку, необходимо преодолевать трудности. Поэтому мы пашем в зале и проходим десятки километров с тяжелым рюкзаком. Все это, чтобы подготовить наших детей к жизни. Где ваш ребенок? Конечно, в интернете. Отправьте его на тренировку. Строгий тренер спросит, есть ли у него двойки и как он себя вел на уроках. А после, с остальными детьми, он будет бегать по залу, кувыркаться и изучать новые приемы, которые, возможно, когда-нибудь спасут ему жизнь. В мире, где льют в уши наших детей сладкую ваниль, настраивая против родителей, морали и своей страны, где черти типа одного рэпера открыто призывают наших детей к проституции, мы не должны оставаться в стороне. Мы будем биться за наших детей, выгоняя нечисть. Потому что это война добра и зла. И если мы не победили, значит бой еще не окончен.